17 июня 2020 года председатель российского исторического общества Сергей Евгеньевич Нарышкин провел заседание рабочей группы по подготовке концепции учебного курса «История России в образовательных организациях Российской Федерации». Заседание состоялось в особую дату. 17 июня 1941 года руководитель советской внешней разведки Павел Михайлович Фитин вместе с Наркомом госбезопасности Меркуловым лично докладывали Сталину о предстоящем нападении фашистской Германии на Советский Союз. В докладе прозвучала точная дата и время начала войны – в ночь на 22 июня. Однако Сталин не внял многочисленным доводам и аргументам разведки, которые шли в разрез с его собственным восприятием и ощущением политики, которую проводил в то время Гейхер. К сожалению. Не секрет, что для большинства наших граждан внешняя разведка ассоциируется с ее наиболее яркими представителями. Одним из таких героев был Алексей Николаевич Батян, знаменитый разведчик, легендарный майор Пихарь, к сожалению, ушедший от нас на 104 году жизни, дожив несколько месяцев до 75-й годовщины Великой Победы. В рамках заседания состоялась церемония памятного гашения художественной почтовой марки, посвященной легендарному разведчику, полковнику Алексею Николаевичу Батяну. В удаленном формате в церемонии принял участие руководитель Федерального агентства связи Российской Федерации Олег Геннадьевич Духовницкий. Непрерывный процесс затопления новых знаний побуждает нас периодически вносить коррективы образовательной программы. Напомню, что в 2013 году Российское историческое общество завершило большую работу над концепцией нового учебного методического комплекса преподавания истории в средней школе. Этот документ лег в основу нескольких новых линейных учебников, и на сегодняшний день по этим пособиям обучается большинство нашей школы. Несколько месяцев назад в Российское историческое общество обратился министр просвещения России Сергей Сергеевич Кравцов с просьбой подготовить усовершенствованный вариант концепции преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. Главная, может быть, инновация всего этого проекта – это раздел о современной истории России после 1991 года. Уже скоро будет 30 лет этому периоду, и этот период, сами понимаете, крайне важный для подрастающего поколения. Мы хотели бы, чтобы они, молодые люди в школе, получили бы более полное представление о совсем недавней и современной истории, о том времени, в котором они живут. Мы говорим о необходимости экспертизы, о необходимости экспертизы всех учебников и учебных пособий по истории, которые используются в российских школах, на соответствие историко-культурному стандарту. Мы исходим из того, что учебники и учебные пособия как по всей истории России, так и по региональной истории, как минимум, не должны противоречить историко-культурному стандарту. И сегодня была высказана позиция членов Российского исторического общества. Она состоит в том, что должна быть экспертиза именно на этот предмет. Скоординировать концепцию со школьным курсом общества знания предложил член Президиума Российского исторического общества, декан Высшей школы государственного аудита МГУ имени Ломоносова Сергей Шахрай. Вот та работа, концепция, которая действительно близка к завершению на основе нашего стандарта, должна быть также синхронизирована, может быть, скоординирована с курсом общества знания, со школьным курсом общества знания. Иначе одни и те же школьники видят и учат совершенно разный материал, часто не бьющийся ни по фактуре, ни по методологии. Это не тема нашей рабочей группы и концепции, но это тема для Министерства просвещения, ну и в целом для качества образования в школе и в университете. В мероприятии принял участие помощник Президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Ростиславович Мединский. Я уверен в том, что мы должны в большей степени рассматривать изучение истории нашей страны в школе в контексте всемирного исторического процесса, то есть рассматривать ее синхронно с историей мировой. По итогам обсуждения председатель РИО попросил членов рабочей группы доработать проект концепции с учетом прозвучавших замечаний, а также тех, которые еще поступят в их адрес. Состоялось очень предметное, очень содержательное, интересное обсуждение уже текста этой концепции. Он не лежал на столах, но у каждого из участников он был под рукой и заранее разослан. Мы получили очень интересные замечания, которые, безусловно, учтем и в очень короткий срок доработаем эту концепцию и вынесем на обсуждение общего собрания Российского исторического общества, которое тоже уже совсем скоро в июне, в конце июня состоится. Завершилось заседание голосования, в котором участники выразили принципиальное отношение к рассмотренному документу. 95% проголосовавших одобрили концепцию преподавания учебного курса «История России» с учетом состоявшегося обсуждения.